Сегодня на водоемах Брещины особенно многолюдно. Оно и неудивительно, учитывая жаркие дни, любители водных процедур и солнечных ванн спешат на местные пляжи поскорее освежиться в прохладной воде и понежиться на августовском солнце. Часто взрослые берут с собой детей, причем некоторые из них совсем еще малыши. К сожалению, учитывая данные статистики, не всегда родители помнят о том, что пришли на отдых с маленькими детьми. Преимущественно это касается запрещенных мест отдыха, так называемых диких пляжей. В частности, в Столинском районе, на берегу реки Игорыния, отдыхала одна из семей в июле месяце. Мама и папа занимались своими делами, а два брата вышли к реке. Речка очень бурная, быстрое течение, довольно-таки приличная ширина, более 25 метров, глубина приличная, около 3 метров. В результате 4-летний школьник сорвался с обрыва, оказался в воде, не смог выплыть. В результате поисков отца мальчика, они не привели никаким результатом, и только наши водолазы уже смогли его обнаружить. К сожалению, по области утонуло 5 несовершеннолетних детей, и первые его дни августа нашего жаркого унесли жизнь тоже одного несовершеннолетнего мальчика, 16 лет, ученика 10 класса. К сожалению, он купался в запрещенном месте, и дети пришли, они без взрослых, дети купались, думали, что он балуется, и когда он начал тонуть, не приняли никаких, скажем, действий, к сожалению, жизнь ребенку мы потеряли. Что касается нашего пляжа, родители, естественно, благодаря осводу, потому что каждый раз по громкой связи транслируются правила поведения и административная ответственность за их нарушения, естественно, родители более бдительные, скажем так. Злоупотребление алкоголем было и остается одной из главных причин гибели на воде. Знаменитая поговорка «Пьяного моря по колено», увы, не теряет своей актуальности и сегодня. Усугубляет ситуацию жаркая погода, провоцирующая сильную жажду, утолить которую отдыхающие пытаются не одним литром пенного напитка. Как итог, новые жертвы воды. Люди, отягощенные алкогольными напитками, выходят к водоемам, и это является основной причиной их гибели. Предыдущую неделю, в июле месяце, у нас из 13 взрослых, утонувших, в эту неделю 12 человек находились в состоянии алкогольного пьянения. Печальнее всего тот факт, что в этом году погибших на воде больше, чем в прошлом. Вопрос о том, что усыпила бдительность отдыхающих, жара или элементарная безлаберность – вопрос риторический. По словам осводовцев, человеческая беспечность на первом месте. Как итог, гибнут не только взрослые, но и дети. Поэтому, если ваш собственный сын самосохранения дал сбой, то родительский отдыхать не должен.